Граждане, радуйте! Нынче вторник, вечер, рабочий день кончился. Наконец-то можно прийти в гараж, немножко поковыряться. Сегодня хочу доделать полочки, которые я не мог доделать в прошлый раз, потому что не хватало материала для них. Ну и прикрутить, наконец, столешницу к тумбе, чтобы верстак был уже в законченном, так сказать, рабочем состоянии. Наверное, начнем. Если кто помнит, то в предыдущий раз мне не хватало каких-то деревянных укосин. Ну, не обязательно деревянных, просто укосин, чтобы полки не имели возможности бокового сдвига. Я вот купил две таких двухметровых реечки. Они такие довольно, ну, не сильно крепенькие. 30 на 15, по-моему, сечения. Сейчас попробуем прикрутить их к стойкам, чтобы получилась такая более или менее какая-то устойчивая конструкция. Так, рейки со стола убраны. Но начать, наверное, я хотел бы с закрепления вот этих вот брусков к, собственно, тумбе. Для этого были куплены вот такие вот уголочки. Сейчас только надо придумать, как бы их так ловчей прикрутить, потому что сюда-то шуруповерт подлезет, а вот сюда уже нет. Я так думаю, сейчас карандашом сделаю здесь на метке, прикручу саморезами уголки к тумбе, а потом поставлю сюда, собственно, столешницу и прикручу уже сбоку уголки к самим вот этим вот несущим брускам. Так, надо бы отметить, как будут закреплены, собственно, эти уголки. На камеру не очень видно, но вот у нас получились отметки. Здесь только с одной стороны получилось сделать черту, потому что сюда рука не подлазила. А здесь можно, в общем-то, прикручивать и с наружной стороны на обоих реечках. Тут расстояние на пару сантиметров больше. Да, получается это не очень ровно, но да бог с ними, я думаю, ничего страшного. Ну да, не бог весь какое крепление мощное, но думаю, за счет еще и веса самой столешницы в совокупности вот с этими вот уголками держаться будет нормально. Значит, теперь задача получается установить всю эту столешницу так, чтобы она попала и на бруски вот эти, которые идут вдоль стены, и чтобы с этими уголками не возникло проблем. Будем пробовать. Так, ага, 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 вот здесь надо поправить. Не попадает. Вот, отлично. Прекрасно. Так, как мы видим, на бруски вдоль стены идущие все стало хорошо, а здесь у нас что? Так, не знаю, видно или не видно, вроде видно. Бруски стоят тоже нормально. Смотрим с этой стороны. Тоже все путем. Теперь будем прикручивать. Крутить буду, наверное, только в верхнее крепление, потому что снизу очень уж близко к краю бруска, боюсь, чтобы не раскололся. Здесь возьму уже саморезы чуток подлиннее, 35-е. Поехали. Так. Ненавижу этот звук. О, еще и биту сломал. Блин, да что же это за биты такие? Смотрите. Вот просто обломан кусок. Остался в шурупе. Блин. Взял другую биту. Тоже двойка. Но она уже тоже, по-моему, чуть-чуть подслизана и не очень подходит под эти черные фосфатированные шурупы. Ну, держится неплохо. Да, ребят. А вот с этой стороны как-то не очень-то и удобно крутить. Шуруповертом туда залазить. Но с этой стороны еще ладно, оно хоть более-менее близко. А вот как там дальше крутить, непонятно. Так. Ох, очень удобно. Очень. Да. У, удобно. Бита просто великолепная. Взял биту с другого набора. У нее даже вот цвет другой, как материал другой. Надеюсь, будет, ну, получше. Ну-ка попробуем. Так. Да. Тут поудобнее, конечно. И сейчас нужно каким-то образом достать. Вон там, видите? Второй уголочек. А, сюда даже шуруповерт не влазит. Ну что ж, придется крутить руками. Что ж поделать. Хорошо, что есть отверточка. Даже с трещоткой. Спасибо жене в очередной раз. Ох, ну, надо пробовать. Эй-эй-эй-эй. У, удобно. Е-мое. Не, ну что-то крутится. Сейчас попробую поближе показать. Я уж не знаю, как подсветить, чтобы там хоть что-то было видно. Ну, в общем и целом, это как-то вот так работает. Ох, ох, ох. Хотя, вы знаете, я тут подумал. Есть одна мысль. Как-то вот так. Да? Хорошая мысля, она находит опосля. Сейчас еще одну битую угроблю. Вот так. Ну, теперь можно поднимать сразу за столешницу. Опа. Броня. Ну, вот и все. Получается, стол, можно сказать, готов. Это, наверное, все-таки не верстак. А, таки, стол. В комментариях делали мудрое замечание, что вот здесь можно было бы под 45 градусов сделать запил. Сказал, что, может быть, руки потом и дойдут. И также справедливо заметили, что как первый раз ногой тюкнешься там хорошо, так и дойдут руки. Полностью согласен. Ну, и раз пошла такая пьянка, есть верстак полноценный. Наверное, на нем и будем заниматься вот этими вот полочками. У нас есть, собственно, полки и стойки. На полках вот уже есть гвоздики. Видимо, они раньше этими гвоздиками крепились. Вот в эту часть забивались. Да, вот тут даже какие-то есть. Видно, не видно. Да, вот есть отметины старые от гвоздей. Не очень люблю крепление с помощью гвоздей, но в данном случае, наверное, так и оставлю. Оно уже есть. Как бы выровнять и достучать. Вот вроде купил уже пассатижи себе, а почему-то по инерции все равно делаю это мультитулом. Можно попробовать соединить эти стойки боковые вот этими вот, собственно, полками. Таким образом, мы обеспечим нужное расстояние по ширине, в данном случае по высоте, раз уж они лежат, по ширине между полками. И когда мы будем знать это расстояние, тогда можно будет прикрутить раскосины. Так, а где здесь, собственно, низ, а где вверх? А, ну, по следам от гвоздиков, которые от предыдущего использования остались, наверное, и можно определить. Если следы от гвоздей у нас здесь, значит, это низ. Так. Оп. Оп. Наверное, если я сейчас ставлю вторую полку, то вся эта система упадет. Надо подумать. Ладно, попробуем. Да, выглядит не очень устойчиво. Попробуем постучать. Ну, по крайней мере, оно держит форму. Хоть как-то. Сейчас попробую еще пристучать вторую полку. И можно будет попробовать что-то, как-то добавить, какие-то раскосины, чтобы вся конструкция получила окончательную прочность, скажем так. Как говорилось, в одной очень мною любимой игре в детстве стоит вроде. Чтобы это все сейчас желательно еще и не разводилось. Оп. Вот так. Сейчас это крайне неустойчиво. Крайне. Я пока подпер вот этими козлами сбоку, чтобы все не упало. И постарался выставить как можно более вертикально. Ориентировался, вот видите, по стене. Ну, практически, практически совпадает, можно сказать, вот эта линия вертикальная. И сейчас подумал, а почему бы мне не набить сюда еще полочек сразу, заранее. И только потом крепить укосины. Явно же жесткость, хоть и немножко, но возрастет, когда здесь полок будет много, а не две. К тому же их еще вон, возле стены стоит сколько еще аж? Четыре штуки. Ну что ж, вот конструкция стоит. Как-никак, худо-бедно. Остается, собственно, только добавить эти самые раскосины, потому что сейчас это все очень неустойчиво. Вот так вот оно может раскачиваться. Почему до сих пор не упало, для меня загадка. Я ее пошатал, теперь она стоять не хочет. Сейчас отпустить-то на камеру, попробовать это дело как-то поправить. Как-то стоит. Хоть и не очень устойчиво. Ну а по укосинам, что по укосинам, задумка, примерно в целом вот как-то так. Только, ну, естественно, ровно и аккуратно. Но сначала укосины надо немножечко подготовить. Сейчас покажу подробнее, что я имею в виду. Вот тут вот, на краю этих самых укосин, я хочу сначала засверлить отверстие, чтобы саморез проходил именно со свистом. Не в натяг. А потом на саморез еще и попробовать подложить металлическую шайбу, чтобы вот эта его клинообразная шляпка, шурупа, самореза, не создавала вот такого разрывающего усилия, когда будет входить в дерево. Потому что брусок чахлый, тоненький, нежный. И если, мало того, что он проснул, пройден насквозь саморезом, это уже как бы способствует возникновению трещины. А плюс его еще и шляпка расклинивать будет. Поэтому лучше засверлиться и положить шайбу, чтобы усилие шло не на расклин, а на прижим. Я думаю, так шансов меньше, что треснет дерево. Тут вымерять ничего я не буду, все исключительно на глазок. Примерно по центру и слава богу. Отлично. Взял вот такие вот шайбы, прям усиленные, матерые, М6, но усиленные, не стандартные, они шире и чуть-чуть толще. Вот их и буду использовать. А с другой стороны, прежде чем делать то же самое, я эти бруски сначала немножко укорочу, они длинноваты. Опять же, ничего не вымеряя, все исключительно на глаз. Вот где-то примерно вот так. Сейчас мы наметим. А я сразу, может, и пильную попробую. Дело недолгое. Ну и опять же, засверливаемся очень примерно. Сверла. Мало того, что одноразовые, так еще и бьют. Никогда так не делайте. Вот сейчас дунул, блин. Если опилки прилетают в глаз, ты потом страдаешь. Ну, в случае с деревянными страдаешь не сильно, а вот металлические страдаешь прям сильно. А с учетом того, что я понятия не имею, где здесь как бы не отложка офтальмологическая, лучше все такое делать в очках или с закрытыми глазами. Потому что я помню это состояние, когда тебе прилетает камушек из болгарки или стружечка металлическая в глаз. В районе 3-4 часов ночи ты готов уже этот глаз вырвать или выгрызть. Только чтобы не чувствовать эту вот боль от этой козявочки мелкой. Короче, надо быть очень осторожным. Здесь даже ехать-то некуда, если что-то вдруг случится. Ну, то есть я уверен, что есть куда ехать. Безусловно, тут как бы не дикие люди живут. Тут все хорошо с медициной. Вопрос в том, что я не знаю куда ехать. И от того, что оно здесь есть, мне легче не будет. Ну что, поехали. Начнем, наверное, откуда удобнее. Наверное, снизу начинать удобнее. Надеюсь, так лучше будет видно. Так. Примерно прикинуть, куда это должно приходить. Ну вот, куда-то сюда центр бруска до пола не достает. Вот только начать крутить тяжело будет. А нет, нормально. Пока не сильно прикручиваем. Так, обыдержалась. Можно еще чуть-чуть затянуть, чтобы он под своим весом не опускался. Вот так. Ну и теперь то же самое сверху. Сейчас еще раз проконтролирую, чтобы стоял более-менее ровно. так. Ну-ка, наверное, чуть-чуть сдвинем. Ага. Подрегулировать надо. Так. Ну вот сейчас нормально. Так. Стараемся не сбить настройку. Прихватка. Совсем легонько, обыдержалась. и смотрим. Ровно, неровно стоит. Ну вот ориентируясь по вот этому брусу, не брусу, колонне, которая сзади, на заднем плане белого цвета, надо бы чуть-чуть сместить верхнюю часть вправо. Это вот такой клин получается. Ну вот сейчас выглядит вполне себе неплохо. Довольно-таки параллельно колонне это из бетона. Я же надеюсь, это строение, сделанное из бетона, оно уже вертикальное, да? Ну и теперь, собственно, повторяем процедуру. Только уже крест-накрест. А потом все нажимаем. Здесь уже начну сверху, потому что так не гол дни. Примерно на одном уровне все. Ну да, где-то так. Не держится. Ну пока это и не нужно. Сейчас примеряемся книзу. Ну что же, устройство у нас получилось вполне себе крепенькое, очень скочеволое. Я думаю, что вот здесь между мастерскую и лифтом будет само то. Ну и раз такое дело, надо вот это вот всю беду положить уже на положенное место. Положить на положенное место. В общем, положить куда надо. На полочку. Зря я их что ли делал. Ну что же, вот такой вот получился небольшой видеоотчет. Как это, влог о том, что тут в мастерской происходит. Наверное, на сегодня собственно и все. Всем счастливо!